Чтобы выбрать занятие по душе, нужно попробовать множество видов деятельности. Евгений Цветаев убедился в этом лично. Я в детстве много чем занимался. Я занимался раньше скалазанием. Я ходил и занимался гитарой на школе. Потом я просто сидел дома и ничего-то захотелось. Родители меня отвели в секцию. Я пришел. Первое пробное занятие мне понравилось. Тхэквондо – этот вид боевого искусства выбрал для себя молодой человек и уже 5 лет занимается им. Я нашел больше друзей. Тут интересные тренировки. Я стал более уверен в себе. Раньше был замкнутый, мало с кем мог разговаривать. Тут я нашел больше друзей и стал более уверен в себе. Естественно, система обучения этому единоборству сейчас значительно отличается от канонов, которые были заложены в него изначально. Бывает закоренено такое мнение, что боевые искусства – это что-то классическое, что-то скучное. Приходится по тысяче ударов отрабатывать постоянно. Это не совсем правда. Да, мы отрабатываем один удар по тысяче раз, но мы его отрабатываем в разных формах. В интересных, в игровых. Мы придумываем все время упражнения, методики новые. У этого вида боевых искусств есть своя философия, но ее приходится подстраивать под современные реалии. Мы им подаем ту же самую классическую восточную философию, но современным языком. У нас есть три постулата. Например, у нас приходят дети и на бело-оранжевом поясе изучают такие моменты. Нельзя опаздывать на тренировки. Мы это объясняем так. Но фактически это приучение к дисциплине. Есть дисциплина времени. Нельзя обижать маленьких. Второй постулат. Мы прививаем уважение к старшим. То есть у нас сразу тоже есть этот постулат, когда идет именно прививка уважения к взрослому поколению. Воспитание отлично гармонирует с физиологическим развитием. У нас очень хорошо работает мышечная масса. То есть мы именно работаем. У нас не портится фигура. То есть вот вы видите, у нас девочки занимаются. Фактически спорт не портит фигуру никак. Но при этом все-таки у нас ребята достаточно прокаченные. У нас идет работа и ручками, и ножками. То есть мы учим детей защищаться. Учим детей наносить удары. То есть это достаточно сложная работа действительно. Мы учим детей стоять на носочках, менять положение тела, работать с весом. То есть у ребенка никогда не будет. С вестибулярным аппаратом очень хорошо работаем. На растяжку очень хорошо работаем. Ну, мы, конечно, не гимнасты, но дети у нас тянутые. То есть у нас растяжка на таком достаточно высоком уровне идет. Заниматься тхэквондо можно и мальчикам, и девочкам с 3-4 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин